Надо начинать Доброе утречко, с вами ЕБМ, еще больше минералов на канале DTF.ru, Павел Болоцкий и Захар Бочаров Мы начинаем обзор самых важных игровых событий прошедших за этот уикенд Начнем традиционно с интересного на сайте DTF.ru Честь как она есть, обзор For Honor, на прошлой неделе если кто забыл Вышла долгожданная игра от Ubisoft For Honor Мы наиграли больше 50 часов Готовы вынести вердикт Если кратко, то сюжетная кампания довольно-таки никчемная, мультиплеери все своеобразно по-своему Разбираться в тонкостях пришлось долго Поэтому обзор подоспел вот-вот Ubisoft не давала ключи до релиза игры Если что Соответственно полотно текста итогом которого Становится заявление о том что теперь все зависит от того как активный Ubisoft будет развивать игру и насколько умело сможет выжимать из боевой механики соки То есть примерно то же самое что мы говорили в рамках нашей утренней аналитики В общем обзор For Honor доступен для услада ваших глаз на нашем сайте Вперед читайте Также 17 игр с лучшими DLC когда дополнения действительно важны Топ от которого у вас сначала прибомбит а потом он вас заинтересует Соответственно подчеркиваем лучшая DLC которая когда-либо выходила для крупных и не очень проектов Например у нас тут есть DLC для Elder Scrolls 4 Естественно я имею ввиду золотую броню на лошадь Шучу Shivering Isles Fallout 3 Point Lookout Resident Evil 5 Untold Stories Bioshock 2 Fallout New Vegas и другие-другие-другие-другие проекты Чтобы точно знать не упустили ли вы хороший вкусный кусочек любимой игры не купившись на жадность разработчиков и не желая покупать DLC когда заплатил за игру уже полную стоимость Вы можете ознакомиться с этим списком и понять это для себя Новости одной строкой Новый зрелищный трейдер появился стратегии Warhammer Dawn of War 3 Даты релиза нет до сих пор Насколько зрелищно? Хаосито ответ Насколько зрелищно я не знаю потому что я его не смотрел Вот смотри Давай посмотрим Достаточно зрелищно? Не очень зрелищно Почему вроде зрелищно? Я бы сказал что это Старкрафт если бы не знал какие-то детали Вот теперь уже не сказал что Старкрафт похож на Старкрафт в аду на Старкрафт в аду с орками все еще похоже на Старкрафт только с молотами Старкрафт Это Старкрафт похоже на злой мужик из Старкрафта смотрите Старкрафт На самом деле, да, Blizzard, если честно, опять же, ну вы поняли, если честно, она подрезала в свое время сеттинги у Games Workshop, то есть Warcraft был сильно вдохновлен вселенной Warhammer оригинальной, а Starcraft был очень вдохновлен вселенной Warhammer 40 тысячник, соответственно, новый Dawn of War у нас давненько не было, а Starcraft, вот он выходил там буквально в позапрошлом, что ли, году или даже в прошлом, вот. Соответственно, в позапрошлом все же, по-моему, под конец позапрошлого года, поэтому в памяти он более свежий, теперь видите уже, какие подложки случаются, уже кажется, что копия копирует, что оригинал копирует копию, вот так вот. На самом деле, я просто тянул время для того, чтобы мы досмотрели этот трейлер, чтобы мы с успехом сделали. Microsoft и Frontman французской группы M83 выпустили новую гоночную аркаду Meet Me at Go. Игра является интерактивным клипом на ремикс трека Go в вдохновленном культуре 80-х. Окей. Ubisoft объявила дату релиза первого DLC Watch Dogs 2 под названием Human Conditions, человеческие условия. Контент станет доступен 21 февраля на PlayStation 4 и 23 марта на ПК и Xbox One. Дополнение включает в себя несколько оперативных миссий, новый вид врагов и три полноценные сюжетные главы. Мы напомним, что в Watch Dogs вышел патч, который расширяет концовку игры. И теперь там в конце содержатся координаты, намекающие на район Лондона. То есть, если в Watch Dogs 3 выйдет, а, наверное, концовку бы не стали расширять, если бы она не вышла, то, вероятно, действие будет происходить в Лондоне. В BioWare, наконец-то, начали показывать геймплей Mass Effect Andromeda. Вот это вот хорошая новость. До релиза осталось чуть больше месяца. Там по-прежнему у людей претензии к лицевой анимации главной героини. Говорит, она по-прежнему как-то криво отображается в ролике про боевую систему. Ну, как бы бог с ним. Тут, наконец-то, можно оценить графику. Ну, в целом, это уже показывали. То есть, все это было видно. Но там рассказывается про оружие, как оно работает. Да, то есть, ничего принципиально нового не показали, но зато, наконец-то, много геймплея. Показали, какое оружие ты можешь использовать, как оно работает. Там, например, есть у тебя бесконечное оружие. Точнее, с бесконечным зарядом, но его надо дожидаться, пока он, типа, остывает. Вот, подзаряжается. Слышит громко? Нет, не будет. Не, не будет. Вот. В любом случае, боевая система выглядит чуть глубже, чем то, что было в третьей части. На мой взгляд, скромная. Я вот посмотрел этот ролик, у меня показалось, что возможностей для комбинаторики банально больше. Игра очень красивая. Выглядит безумно славно. Да. Если завезут мир а-ля Ведьмачок, то, конечно, будет весьма приятно. Ну, то есть, хотелось бы, чтобы немного отошли от модели Dragon Age Inquisition. Личное мнение. Так его не видно. Вот, и, соответственно, посмотрим, что будет ближе к непосредственному релизу. И это геймплей Mass Effect Andromeda подводит нас к кастомному блоку, первую новость из которого зачитает, наверное, Паня. Да, это, я надеюсь, та самая новость или нет? 100 рублей кидает Сумерла. А, нет, простите. Мы уже это читали. Да. Сейчас, подожди, у меня тут все перепуталось. Первая новость у нас топ-игр. Продаваемых за январь. Да? Да. Как так-то? Сейчас. А это что тогда все такое? А, мы вот эту новость не прочитали. Я поэтому и думаю, что произошло. Я упустил что-то? А, да, я пропустил одну из коротких новостей, простите. Солон кучу. Она довольно важная, между прочим. В сеть попали концепт-арты, возможно, посвященной отменной игре от разработчиков стерии World of War. Ого. Представители прессы предположили, что работа над проектом могла быть прекращена из-за его сходства с Horizon Zero Dawn. Что хотели сделать авторы God of War? Они хотели что-то похожее на смесь Destiny и Horizon, действительно. Предположили на Еврогеймере, что отменили из-за Horizon Zero Dawn. Студия Санта-Моника, в свою очередь, трудится над продолжением серии God of War. И несмотря на то, что режиссер проекта Кори Балрак заявил, что на руках у разработчиков готовый билд игры, Sony не включил ее в ролик, посвященный проектам, выходящим в 2017. Это речь о God of War. А той игры, которую мы сейчас покажем на нескольких артах, ее вообще, в принципе, больше существует. Больше не будет. Если Sony внезапно не схватится за эту идею и не попытается выпустить. Спрашивают, насколько давно разрабатывали отмененную игру в Твиттере у одного из разработчиков. Он говорит, что с выхода God of War 3. Вот так вот. То есть довольно долго. Довольно долго. Вот там вот что есть? Коняшки у нас, есть какие-то динозаврики. На Аватар все это похоже больше. Да, это похоже на смесь Аватара, Destiny и в целом, блин, ну если честно, прям совсем по артам представленным, Horizon выглядит, конечно, поинтереснее. То есть, ну тут что-то такое довольно дженерик, а в Horizon стилистика такая. Одинаково. Ну, мне бы было и то, и другое интересно, потому что, ну, мир, вот, и всякое такое. Удивительно, окей, ладно. Horizon просто... Мы уже сейчас ее... Просто, просто. Не настолько, конечно. Просто. Окей, ладно. Основной блок, погнали. Да, наконец-то. Опубликован список самых продаваемых игр в США за январь. Resident Evil 7 лидирует. Gravity Rush 2 провалилась. Созданный компанией Capcom Horror Resident Evil 7 стал главной игрой января на территории США. Об этом говорится в отчете рейтингового агентства NPD Group. Точные цифры по продажам не раскрываются. Но известно, что благодаря запуску ужастика оборот софтверного рынка по сравнению с январем 2016 года увеличился на 14%. Сейчас, этот, РБК сейчас включилась внезапно. Графики такие поползли, да? Вверх, вниз. Самой продаваемой стационарной консолью в очередной раз стала PlayStation 4. На втором месте следует Xbox One. Вау, серьезно? Я думал, Wii U прям вырвалась. Ну, как всегда, да, новости. Ну, расклад сил, господи, он не будет меняться. Да, утверждает, что январь 2017 года стал для приставки лучшим январем в ее истории. Но если такой январь лучший, то дела идут неважно. А тройку лидеров закрывает миниатюрная ретро-система NES Mini. Из новинок января, помимо Resident Evil 7, в игровом чарте дебютировал сборник Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue Unleashed. Альфа-Омега Турва Эдишн. Да, Андромеда. А приключенческая игра Graffiti Rush 2, созданная компанией Sony, эксклюзивно для PlayStation 4, не смогла пробиться не только в мультиплатформенную десятку. В Graffiti Pasha. В Graffiti Pasha 2. В Graffiti Pasha. Но и не попала даже в индивидуальный список бестселлеров в консоли, где на восьмом месте дебютировала вышедшая позже Tales of Berseria. Не попал в чарты и японский криминальный боевик улиц разбитых Якудзо 0. Якудзо 0. Вот так вот выглядит мультиплатформенный чарт бестселлеров за январь в США. Resident Evil 7, Call of Duty, Infinite Warfare, GTA V, Battlefield 1, NBA 2K, Kingdom Hearts, Maiden NFL, Watch Dogs 2, Overwatch на девятом месте. И FIFA. И FIFA 17 на десятом. Десятка самых продаваемых игр это Resident Evil 7, Kingdom Hearts, Call of Duty, Infinite Warfare, GTA V. Все, еще. Это для PlayStation 4 сейчас. Да, для PlayStation 4. Вот тут на самом деле по всем форматам давай по три прочитаем, потому что десятки зачитывают для каждой консоли. Ну Final Fantasy на десятом. Ну окей, да. Десятка самых продаваемых игр для Xbox One. Resident Evil 7, Call of Duty и Battlefield 1. Здесь Titanfall и Rainbow Six Siege, кстати, на динаме. Да, бы на последних местах, да, окей. Для Wii U это Minecraft Wii U Edition, Paper Mario Color Splash и Super Smash Bros. 4 Wii U. На последнем Jazz Dance 2017. Окей, интересно. Wii U не танцует. И для портативных консолей. Pokemon Sun, Pokemon Moon и Dragon Quest 8. И на последнем месте Animal Crossing. Ну это новый. Нет, это очень давний тайтл. Ну это он на четвертом месте. Он Evergreen, как говорится, его просто покупают всегда. Поэтому он, видишь, до сих пор в чертах продаж. Luigi's Mansion 2 на девятом месте тоже удивительно. Она вышла в году 2013, если мне память не изменяет. Вот, ладно, окей. Пародийная версия журнала Playboy с героями Overwatch была закрыта из-за нарушения авторских прав. Да что вы говорите. Опять наша любимая Blizzard. Да. Опять прикрывает попки. Да, сейчас начнется наброс говна на вентилятор из серии, что Blizzard не любит своих пользователей. Смотрите, что они творят. Интернет-журнал Playwatch, созданный фанатами Overwatch, был закрыт из-за нарушения авторских прав. По словам поклонников игры, стоящих за изданием, они решили прекратить выпуск новых номеров, потому что получили уведомление от агентства, представлявшего интересы Blizzard. На страницах Playwatch можно было найти интервью с косплеерами, шуточные материалы про героев Overwatch и эротический фан-арт. Портал COG Connected предположил, что действия разработчиков игры могут быть связаны с тем, что авторы журнала запустили страницу на Patreon и стали получать прибыль с проекта. Жадность сгубила. Заработок фанатов составил 63 доллара за один выпуск, а 63 долларов — это побухать вместе можно. Чтобы решить сложившуюся проблему, авторы журнала обратились непосредственно к Blizzard, но, судя по заявлению, они не верят в успех своей затеи. Мы открылись несколько месяцев назад с целью дать талантливым авторам и художникам шанс показать свои работы поклонникам Overwatch, а также дать простым игрокам новый способ насладиться проектом. Мы благодарим вас за поддержку и были очень рады знакомству. Да, похоже, они уже особо не верят. Официальное заявление на авторов Playwatch. Ну, собственно, когда агентство, которое представляет интересы Blizzard, просит тебя закрыться, а ты обращаешься к Blizzard, это как, не знаю, к тебе приходит наемный убийца, чтобы тебя убить, а ты хочешь поговорить с его заказчиком. А ты заказываешь ему его же. Нет, ну ты такой, а можно я поболтаю с твоим боссом? Может, мы все уладим? Может, все нормально? Ну нет, ну ладно. Компания Blizzard известна своим негативным отношением к эротическим материалам по мотивам ее игр. В мае 2016 поклонники Урочку всему миру заметили, что из интернета стало пропадать порно. Сюжет для постапокалиптического фильма. Однажды с утра группа людей просыпается с утра и обнаруживает, что в интернете начало пропадать порно. А когда оно пропадает полностью, люди сходят с ума и начинают друг друга убивать. Нет, они начинают снимать. Слушай, это же, это мог бы быть лучший фильм Brothers просто. Это мог бы быть классика порнофильмов, как крестный отец от мира порно. Надо задуматься им об этом. И в конце остается только два порноактера и один порнооператор, которые вместе могут вернуть порно в интернет. И это будет порно от первого лица. Как это, как фильм хардкор, только порно. Окей, отлично. Австралийский телеканал назвал GTA 5 увлечением социально опасных людей. Я и поигрываю немножко в GTA 5. Все из-за модификации позволяющих... Я опасный мальчик, знаешь, как вот это вот. Я ложусь спать в 10 и поигрываю в GTA 5. Да, позволяющий играть за полицейских одного из штатов. То есть, ты понимаешь, возможность поиграть за полицейских... Это антисоциально. Да, это не... То есть, все полицейские антисоциально хотят сказать в австралийский. Социально ответственный человек не захочет делать, да. Окей. В 16 феврале на австралийском телеканале Seven News Sydney вышел сюжет, в котором ведущие обсудили модификацию для GTA 5, назвав ее антиполицейской. Вот даже так. Может быть, я там ошибся? Нет. Нет, нет. Включением социально опасных людей. Нет, все правильно. На очередную историю, в которой видеоигры обвиняют в провоцировании насилия, обратили внимание портал Катаку. Они любят обращать внимание на всякое такое. По словам представителей телеканала и правоохранительных органов Австралии, мод LSPDFR, позволяющий поклонникам GTA 5 взять на себя роль блюстителей закона, порочит имидж полиции австралийского штата Новый Южный Уэльс. Подобные игры искажают тот риск, с которым каждый день сталкиваются полицейские, и я нахожу это оскорбительным и бью вас дубинкой. И это оскорбляет мои полицейские чувства. Вот этот сюжет. В другом сюжете 7 New Sydney Модеров назвали хакерами. О, смотри, там Арик стримит. Смотри, смотри, это же Арик. Да, похож весьма. Только, нет, прям похож на Арика. Прям похож. Возможно, это даже он. Настолько похож, что, возможно, даже он. Австралийский Арик. Мама, я в телевизоре. Заявив, что LSPDFR. Почему они не вверх ногами все? Потому что... Это фейковый сюжет. Потолку ремнями, они не должны быть вверх ногами. Да. Заявив, что LSPDFR можно скачать на черном рынке. Ты, пацан, черный рынок модов. Я прям вижу, как есть человек, который сгущает краски, не разбираясь в теме, просто. По словам журналистов, присутствующих в эфире, игры вроде GTA V, увлечение злых и ассоциальных людей, склонных к насилию. Один из ведущих заявил, что они считают, что проект Rockstar способен заставить обычного человека убивать полицейских, но вполне может заставить людей, переполненных агрессией, приступить к черту закона. Это здравая мысль, да. Все, что угодно может заставить людей, переполненных агрессией... Агрессией! ...черту закона. Даже, блин, даже, как, знаешь, есть шутка, ладно, не буду, не про это. Кран, который капает, может заставить агрессивного человека пойти убивать. Вот, да. Скрип пола может заставить. Даже спокойного человека может заставить капающий кран. Соседка, соседская собака, которая начала лаять на то, что кто-то слышал громко... На остывший кофе. На остывший кофе? Да. Собака начала лаять на остывший кофе. Это все может вызвать у переполненных агрессией людей приступ... Переполнения агрессии. ...черту закона. Вот даже... Я не знаю, что еще может. Представители... Даже... Плитка черного метро, которая неровно лежит. Да, слитая катка в Rainbow Six Siege может обычного... Может переполненного агрессии человека заставить бить мышкой по столу. И знаешь, этот парень с мемов, у которого надута вена нам будет такой, когда пять минут не переступал черту агрессии. Да, да, да. Черту закона. Да, да, черту закона, прости. Представители Seven News Siege... Когда переполнен агрессией, но пять минут не переступал черту закона. Когда, например, не удается победить босса в НИО. Вот тоже. И когда не используешь собачку по совету своего коллеги, тоже можно переступить черту закона. Представители Seven News... Переприполнится агрессией. Да, Сидней призвали родителей проследить за тем, во что играют их дети. И заявили, что австралийская полиция думает над мерами, которые будут предприняты в отношении к ситуации. Что тут за прикольная гифочка? Понятно, посетите Facebook. Спасибо. Австралия известна своим жестким отношением к сексу и насилию. С жестким отношением к сексу. В Австралии трахаются, как в последний раз, ребята. Просто... Жесть, невозможно. Да, но на ее территории были запрещены... На ее территории были запрещены такие проекты, как Монхант, две первые части Postal и South Park The Stick of Truth. Новость, которая просто вырвет вам крышу с корнем. Новость наших донатов. Новость наших донатов полужизненной. Кидает 100 рублей. Говорит, пятница была эпична, когда вы сидели в троем. В чем проблема проводить так выпуски? Проводите их так почаще, хотя бы раз в недельку. Пожалуйста, 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 осветительный знак, две грустно, скобки. Проблема основная в том, что когда втроем, это все может превратиться в балаган, а если какие-то врезки, то круто. Мы подумаем над этим форматом, но в целом... Будем врезать... На здоровье, на здоровье, на здоровье, на здоровье умножить на скобки. Мы подумаем, мы подумаем Мы подумаем, мы подумаем И повторяй, повторяй Так вот, новость, которая вырвет вам крышу Вместе с корнем Парадокс выпустила две текстовых игры по мотивам World of Darkness О господи, нет, как так? Что происходит в этом мире? Этот мир сошел с ума Причем именно этот Консоли так могут? 16 февраля состоялся релиз двух проектов Сделанных по мотивам настольных RPG Vampire The Masquerade и Mage The Ascension Это первые игры, изданные компанией Парадокс во вселенной World of Darkness Права на которые она приобрела вместе со студией White Wolf Publishing в 2015 году Давненько не читал столько незнакомых названий Игры Vampire The Masquerade We Eat Blood and All Our Friends Are Dead То есть мы пьем кровь И все наши друзья мертвы И Mage The Ascension Refuge Представляют из себя текстовые квесты В которых игрокам предстоит вести переписку С искусственным интеллектом Выбирая один из нескольких вариантов продолжения диалога Сарказм Проект посвященный вампирам Предложит игрокам войти в образ человека Недавно против своей воли Обращенного в мифическое существо Ждуна Ему предстоит встретиться с неизвестным врагом Разобраться с растущей жаждой крови Игра про магов в свою очередь Посвящена современным Социальным и политическим тенденциям Геймерам предстоит взять на себя роль молодого волшебника Каждое решение которого может навсегда Изменить мир Обе игры можно приобрести в Steam, App Store и Google Play На мобильных платформах проект распространяется раздельно Конечно же не будем На ПК входит в набор World of Darkness Preludes Vampire and Mage Исходя из его названия можно предположить Что в скором времени игроков ждет еще больше проектов В мрачной вселенной Помимо текстовых квестов Paradox издаст крупную игру по мотивам World of the Apocalypse Также являющуюся частью World of Darkness Разработку проекта ведет компания Cyanide Известная по фэнтезийному спортивному симулятору Blood Bowl Данные проекта не первые видеоигры в рамках сеттинга Созданного White Wolf Publishing в начале 2000-х Activision издала две культовые ролевые игры Vampire the Masquerade Redemption и Vampire the Masquerade Bloodlines Последняя получила культовый статус Да, и до сих пор считается одной из лучших RPG в истории Компания CCP Владевшая правами на World of Darkness до Paradox Долгое время работала над онлайн-игрой В 2014 году разработка была прекращена В связи с тем, что создатели не были удовлетворены ее качеством Странно, что разработка человечества не отключена в связи с тем, что создатели недовольны качеством продукта Глине удовлетворены А компания CCP, если я не ошибаюсь, это создатели EVE Online, не? Да То есть CCP, да, по-моему Они решили переключиться с вампиров на космос Если очень захотеть Да Можно от вампиров в космос улететь Вот они и захотели Да Окей Прекрасная новость, движемся дальше Итальянский рэпер при поддержке Ubisoft выпустил трек о For Honor Окей Это Новости рэпа 6 февраля хип-хоп исполнитель Давай так 16 февраля хип-хоп исполнитель Мэдмен опубликовал на своем YouTube-канале Трек For Honor Посвященный Одноименной игре Посвященный одноименной Как сообщает портал WG24.7 Композиция стала результатом сотрудничества Компании Ubisoft и итальянского музыка Линова Лейбла Танта Роба Я жду, пока тебя задонатят, чтобы ты прекратил Окей, жди Клип представляет из себя чередование геймплейных отрезков и кадров В которых Мэдмен читает рэп на фоне стены На которую также проецируется момент из игры Окей, давай посмотрим Рэпчик уже читали, кстати, по четвертому Far Cry Что происходит? Кадры из игры Ну да, он просто читает рэп на фоне For Honor Сервис Nissan Еще вылезай Сделано довольно... Даже неплохо А безидейно, да То есть, ну, давай ты будешь читать рэп на фоне игры А он русский? Очень похож на русского какого-то Нет, он не русский, Паш Оксимирона? L1 похоже Да у меня соседи такие А я забыл Может, это твой сосед? Юбики из-за всех сил форсит свое говно пишут в чате Ну... For Honor, Клосс... По крайней мере, стараются быть изобретательными Стараются Клосс, платформенный слэшер от компании Ubisoft 14 февраля, вышедший на ПК PlayStation 4 и Xbox One Игра, в которой между собой сражаются викинги, рыцари и самураи Была хорошо принята критиками Вот, все, раунд Ну окей В общем... Это были новости рэпа Минуты рэпа, которая спонсировала сегодня Ubisoft Фил Спенсер прокомментировал нехватку JRPG на Xbox One И сообщил о скорой поездке в Японию Во скорой смерти Для того, чтобы заручиться поддержкой местных издательств Это вообще какая-то дичь Это квест, это квест в него надо добавлять Это реально путешествие на запад, да Фил Спенсер отправляется за квестами в Японию Так и за поэтому, Фил, у нас не хватает JRPG на Xbox One Я лично разберусь Одеваешь шляпу Вперед Мне нужны ваши RPG Я пришел сюда пить саке и грабить ваши RPG Но, как видите, саке я уже допил Глава подразделения Xbox компании Microsoft Фил Спенсер В очередной переписке с пользователями Twitter Наша любимая рубрика Открыл свои некоторые дальнейшие планы Геймер под ником Darren Unger81 Спросил, существует ли еще третий рейх Нет, шучу, просто ник у него такой колоритный Спросил, стоит ли ждать на консоль новую часть серии Star Wars Knights of the Old Republic Или хотя бы ремейк в ближайшем будущем Фил выразил свою любовь к мужчинам Но пояснил, что игра не является их собственностью И он не в силах принимать подобные решения Ну, говорил он, естественно, про Котоль Но вопрос о недостатке на Xbox One Большего количества игр жанра JRPG Спенсер поделился ближайшими планами Я буду в Японии на следующей неделе, чтобы пообщаться с местными издателями Было прекрасно заполучить Final Fantasy XV на Xbox One И я знаю, что люди хотят Нам нужна JRPG JRPG Вот сюда Да, да, такой Final Fantasy XV Вот такое JRPG Только больше Больше Сделайте нам Игр этого жанра Фил Спенсер всячески пытается разнообразить игровую линию И там буряты такие сидят Что ты от нас хочешь? Xbox One и Windows 10 Кролика такой Сует Да, прости, но ты в другом замке Заручаюсь поддержкой сторонних студий Разрабатывая игры во внутренних студиях И выпуская проекты по программе обратной совместимости с Xbox 360 Также Фил верит, что этот год не разочарует владельцев Xbox One Об этом поговорим чуть попозже Да, все Все Ты закончил? У нас FFG переделанный Котор Смысл ему верить, если он потом будет это отрицать? Вот так Обязательно Поговорим о Nintendo Switch Yes Целая куча Switch новостей Yes Все как вы любите Nintendo Switch Подробности, привязки, игр Раньше при покупке Тут прям целый рассказ Открываем книгу Раньше Присаживайтесь, дети Как кулинарная книга Не, присаживайтесь Я расскажу вам Расскажу вам былину древнюю Про Nintendo Switch невероятный Раньше При покупке игры в магазине Nintendo eShop Она привязывалась к консоли И дети такие Как так? Консоли, консоли Господи, они же дети Не пугай людей Люди много лет просили компанию Nintendo Сделать привязку к аккаунту Преподносили там Жертв Маленьких детей Взрослых детей Сони Боев И Билли Боев Похоже, с выходом Nintendo Switch Их просьбы были Наконец-то Услышаны Благодаря Недавнему Анбоксингу Консоли Один из пользователей Заметил Крайне интересную информацию Которая подтверждает Что мечты Стали Реальностью Теперь Написано, конечно, супер Высокопарное Покупки из eShop Привязываются непосредственно К аккаунту Тут как Как рассосать новость На одно предложение На целый абзац Ваша учетная запись Nintendo Содержит историю покупок Nintendo eShop И текущий баланс Привязав вашу учетную запись Nintendo После инициации консоли Вы сможете снова Загрузить приложение Или DLC Приобретенное на эту запись Более неподдерживающиеся программы Могут быть недоступны Загрузки В некоторых случаях Написано Вот там Где-то там Nintendo Switch Появится в продаже 3 марта 2017 года Ну как пишут в комментариях Не прошло и 100 лет Да Как пишут этот Былинный текст На кае мечты Станут Сбываются В реальность Ну на самом деле Раньше действительно Если у тебя ломалась Консоль от Nintendo Ты отвозил Сервисный центр Ну да Типа того И у тебя забирали Эту приставку Ее вроде как чинили А потом игры на нее Записывали снова То есть Нельзя было С аккаунта Загрузить снова Игру Звучит смешно Оказалось Что прямо сейчас Данный вопрос Находится на рассмотрении Как и версия Для Xbox One Еще в августе 2015 года Директор и продюсер Наоки Йосида Заявил что Square Enix Открыто Для выпуска Final Fantasy 14 На NX Это было Кодовое название Nintendo Switch Это не первая ММО РПГ Которая заявлена К выходу на Switch Ранее Square Enix Анонсировала Dragon Quest 10 Dragon Quest Dragon Quest Срочно Патентуем Nintendo Switch Появится в продаже 3 марта Посмотрят они Как продастся Dragon Quest 10 Какая коммент Из ВК Nintendo Сжалились Над Круглоглазами Да Да И решили Сделать Что-то По-человечески Соответственно Ну блин Final Fantasy 14 ММО РПГ На портативке Ну Хер знает У тебя Рейд А ты в метро И у тебя Плохой коннект И как быть У тебя Сессия закончится Там же По сессиям У тебя Как это Жизнь закончилась И все Тебе пырнули Скинхеды Во время рейда Некрасиво Как-то получилось Девкиты Еще Nintendo На этом Nintendo Не кончается Девкиты Nintendo Switch Будут продаваться По максимально Доступной Что? А Максимально Доступной цене Но это вообще Новость не для нас Скорее А для тех Кто хочет Видимо Сделать игру На Nintendo Switch Для вас Что ты взял Что мы не хотим Сделать игру На Nintendo Switch Я не хочу делать Я беспокоюсь За свою геттеросексуальность Понимаешь Поэтому не хочу Начинающий Разработчик Павел Болоцкий Отказался Выпускать Свои проекты На Nintendo Switch На Конобу Сейчас напишем Начинающий Разработчик Да Нет Начинающий Есть концепция Знаешь Есть аэрогитара Воздушная гитара Вот я начинающий Начинающий Воздушный Разработчик Все мои Идеи Я ходил На невидимой Докладиатуре Я уже сделал Первую главу У меня уже Есть невидимые Игры Воздушные Вот это вот Если ты их не видишь То ты педик Как в интернете Любят Компания Nintendo Во время проведения Мероприятия Game Creators Conference 2017 В Японии Рассказала Что инструментарий Nintendo Switch Для разработчиков Будет стоить Всего 50 тысяч Иен Что равно Примерно 450-500 долларов Ранее сообщалось Что Девкид Nintendo Wii U Предыдущей Домашней Игровой системы Компании На старте Стоил в 10 раз дороже Порядка Пяти тысяч Доллар Лол В мире Есть люди Которые заплатили Пять косарей Долларов За Wii U Чтобы сделать На ней игру Они в целом Заплатили за Wii U Столько Представляешь Блин Каким тырком Надо быть В комплект Входил набор программ И другие инструменты Нужные для создания игр Столь низкая цена Должна очень хорошо Сказаться на выпуске Проектов От независимых Разработчиков Осталось только Их дождаться И надеяться Что Nintendo Будет контролировать Качество появляющихся Игр на ее платформе Nintendo Switch Вы сможете купить Начиная с 3 мая 2017 года Нил Крейг пишет 20 февраля Родился великий музыкант Это стрелок Из благоствольного ружья Курт Кабейна С Донюхой Курт А также Колька Присылает 100 рублей И говорит Поддерживаю тройничок Была же замечательная передача У него КД Получается Попробуйте Ну а вдруг КД 1 Много-много Пожалуйста КД 1 Да У Курта Кабейна А, окей Я уже донат читаю Чатик за По скриптам Люблю вас Арик Вылюбил Первый стримами Fallout 4 Тонны ламповести Пересматриваю До сих пор Набиваю Просмотры Мее Я согласен Программировать могу В Паскале Пишет Бабер 240 Что за куртка Окей Еще новость Еще одна новость Про нинтендо Свич Все, пожалуйста Остальные Закройте ушки И не слышите Это новость Для бичей-москвичей В Москве пройдет Открыто Бичей-москвичей Хотя скорее наоборот Маслица началась Си бичей-москвичей Скорее для зажиточных В Москве пройдет Открытое мероприятие Я так понимаю Что туда и будут Там будет И старт продаж Бездомных пускать Да, будут Погрелись Поиграли в свеч Игра стоит свеч Игра стоит свеч О, я придумал Прекрасный слог Еееее Пишите в Нинтендо В Москве пройдет Открытое демонстрационное Мероприятие По Нинтендо Свиче Отечественные геймеры Смогут протестировать Консоль и игры Протестировать? Как звучит-то? Протестировать? Для нее Мероприятие Как the Legend of Zelda Breath of the Wild Сплатон 2 Сплатон 2 привезут Его не показывали Нам они показывали Карт 8 Deluxe Может станет понятно Чем отличается От первой части Армс Ванту Свич Снипер Клипс И другие Мероприятие пройдет 3 марта И 4 марта 3 марта С 17.00 до 22.00 Я так понимаю Это старт продаж А 4 марта С 10 утра До 10 вечера В выставочном зале Амбер Плаза По адресу Улица Красно Пролетарская Дом 36 Игроки смогут Также получить Различные подарки Регистрация Открыта в группе День Свич And Play Вконтакте Как еще раз улица Как там? Красно Пролетарская Окей, Google Маршрут до Красно Пролетарская 36 Маршрут построен Официальный Российский старт Продаж приставки Состоится в том же месте В Амбер Плазу 3 марта В 19.00 Покупатели ждут Эксклюзивные подарки Климо Я купил Свич В первый день Клими меня Нинтендо Нет на сердечко В России Нинтендо Свич Будет доступна По цене В 22999 Рублей По-моему Было 22500 Что подорожало Не помню На Может на старте Ты не отменил Сейчас Нет Зачем отменять Пусть лежит Если что Я его сами Расформирую Перепродам Вот Ну вот Теперь вы знаете Новость категории Теперь вы знаете Мне нечего прокомментировать Собственно Нет Это просто Хорошая новость Для тех Для тех Кто хочет Попробовать Живую Мне кажется Там будут Такие очередюки Вообще Кому-то повезет Кто-то купит Может Купить Как бы Нормально Если Получить Эксклюзивные Не знаю Может там Огромного Покемона Будут дарить Покемона Я надеюсь Будут дарить Огромные земли Из взбитых Сливок В лицо Так Бронзбойта Тебе в лицо Сливка Да-да-да Может быть Ей прям Взять И обмазать Ну что такое Живую рядом С Японией Никаких стартов Продаж Что за несправедливость Пишет Алексей Ну Алексей Алексей У вас свой старт Продаж Я не знаю Наверное будет И не гей Спасибо за этот Комментарий Алексей Но к сожалению Сейчас это все Преимущественно в столице Даже в Питере Видите нет Ну что поделать Будет популярность Будут ивенты Новости Технологий Которые относятся К нашей С вами реальности Сейчас Я Включу Все Я сломался Рубрика Наука И техника Ученые установили Причины Компьютерного Зрительного Синдрома На самом деле Можно было написать Проще Ученые выяснили Почему Портится зрение От ПК Пользователь Моргает На треть Реже Работая За ПК Я помню Лет 5 или 7 Назад Была примерно Такая же статья Но там говорилось Наоборот Что у людей Которые работают За ПК Зрение Может сохраняться На дольше Времени Лучше Потому что Он чаще Моргает И у него Чаще Сменяется Напряжение На глаз Сменяется Напряжение Сотрудники Университета Штата Айова Объяснили Причину Возникновения Компьютерного Зрительного Синдрома Согласно Их исследованиям Работая За монитором Человек Моргает На треть Меньше Чем при Любой Другой Деятельности Ученые Установили Что при работе С ПК Частота Моргания Падает Примерно На 30% Из-за этого Поверхность Моргания Не получает Достаточно Количества Влаги Это Преждевременное Утомление Замутнение Зрение Головные Боли И другие Симптомы Американская Ассоциация Оптометристов Да Я быстро Моргаю Поэтому я не могу Понять Что Всегда хочется Начать быстро Моргать На такие Новости Что возникновение Синдрома Связано с низкой Контрастностью И четкостью Букв на экране По сравнению Например С книгами Из-за этого Глазам приходится Выполнять Большую работу Что вызывает Утомление Снизить Последствия Можно Расположив Монитор Таким образом Чтобы пользователь Смотрел на него Немного сверху Как положено Смотреть Человеку На машину Немного сверху Слышь Мразь Работать Мразь Мне глаза Портить решила Ну да Дочитай Дочитай Я в правильном положении Да Но я в целом Смотрю Так или иначе Паша уже правильно Поставил монитор Интуитивно В идеальном случае Угол должен составлять Примерно 15-20 градусов Также врачи советуют Делать 20-секундные перерывы Каждые 20 минут При работе на ПК Каждые 20 минут 20 секунд Перерыв А у меня перерыв В это время Стоит перевести взгляд На какие-то отдаленные предметы И просто Последить за ними При длительном пребывании За компьютером Предполагается Делать 15-минутный интервал И каждые 2 часа Но ваш работодатель Будет этим недоволен Да Компьютерный Компьютерный Зрительный синдром Начали изучать Еще в 1998 году Согласно разным источникам Недугам В той или иной степени Страдают Около 60% Пользователей Они жалуются на Трудности При фокусировке С ближних предметов На дальние Потемнение в глазах И повышенную Светочувствительность У меня есть Повышенная Светочувствительность Я когда прихожу В торговые центры Я так Сюда у них Очень яркий свет Ну не знаю Серьезно Я не могу В торговых центрах У меня всегда Стоят глаза От освещения Мне кажется Это у всех людей Там просто Слишком везде До хрена всего Я понимаю Что очень освещенно Мне не то что дискомфортно Но у меня Начинают со временем Когда я выхожу на улицу Если это вечером Например То да Я чувствую Что внутри Было очень освещенно А как ты в кино ходишь? В кино у меня все нормально Там еще ярче Источник освещения В кино в целом У тебя темно И свеет А тут ты заходишь Обувь посмотреть Или вот оно прям Выжигает Может не в такой сильной мере Окей Не знаю Если что мне мама говорила Не сиди вплотную к экрану Вот когда я был поменьше А сейчас появился VR Который вообще у тебя Я помню Лет 7 назад Я читал О том что Наоборот Ну да Надо чаще моргать Чтобы не портилось зрение При сидении За компьютером И компьютерные игроки Они моргают Несколько чаще Потому что у них чаще Меняется картинка То есть ты не можешь Постоянно смотреть Да я вообще не замечаю Как я моргаю Как можно контролировать Вообще моргаешь на 30% Чаще или нет Это происходит само собой Сейчас я задумался О том что я моргаю И мне кажется Я вообще прекратил моргать Или моргаю неправильно Меня сейчас бесит этот процесс Я моргаю неправильно Ну в смысле он же естественный Это как дышать Ты не обращаешь внимания На то как ты моргаешь Ну типа заставить чаще Моргать Это какой-то бред Но только ты отвлечешься На что-нибудь И моргание происходит автоматически Да Сука Мне кажется Я неправильно моргаю Пипец Статья загрузила Захара Ладно Сломала Сломала процессор Фил Сфенсер Фил 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 Сфенсер заявил Что 2017 Год станет потрясающим годом Довладельцев Xbox One А Xbox готовит Эпичную игровую линейку Каждый год Происходят такие Обещания Со стороны Фила Сфенсера Руководитель игрового направления Корпорации Майкрософта Публиковал на официальном сайте Открытое письмо В котором заявил Что 2017 Станет потрясающим годом Для поклонников Xbox В магазинах Зеленые коробки Из-под игр Xbox One Сейчас используют Для предзаказа игры Horizon Zero Dawn Например Это Состояние консоли На старт 2017 Американский Софтверный Гигант Софтверный Ааа Какое слово От него моргать аж хочется Намерен порадовать Пользователи Эпичной игровой линейкой Включающей Ни Вот просто Ноль Я видел Как минимум Ноль Знаете Которые эту новость Опубликовали с картинкой Scalebound Вот да Эпичная игровая линейка Где что Hollow Wars 2 Что еще выйдет до лета Ничего Ладно Сообщение подчеркивается Что в 2019 году Майкрософт планирует Выпустить больше Эксклюзивных игр Для Xbox One И Windows 10 Чем в 2016 Вот это кстати Интересная тема Мы сейчас ее обсудим Кроме того Производитель представит Xbox Scorpio Самую мощную консоль Из когда-либо СОЗДАНЫХ Приставка поступит в продажу В разгар Рождественского сезона 2017 Должен стать Одним из самых Захватывающих Игр Для Захватывающих Для поклонников Xbox В истории Мы готовимся К рождественскому Запуску Scorpio Самой мощной Консоли в мире Наряду с линейкой Разнообразных игр Мы полны решимости Выпустить в этом году Больше эксклюзивных Проектов для Xbox One И Windows 10 Чем в 2016 Ранее я говорил Что горжусь тем Что нам удалось Поставить на рынок За последние 12 месяцев Но в этом году Наша внутренняя линейка Воодушевляет меня Еще сильнее Она станет Насыщеннее И охватит Больше жанров Реально Ну какое-то Ну нацистское выступление Отметил Спенсер Добавил Что все начинается С премьеры Halo Wars 2 В этом году Фанатов Xbox Ждут новые IP Вроде Sea of Thieves От Rare И анонсированные Ранее продолжения Популярных хитов Прошлых лет Упомянув Crackdown 3 И State of Decay 2 Пользователи Также ждет Возвращение Phantom Dust И Voodoo Wins С различными улучшениями Но это только начало Впереди анонсы На E3 2017 Спенсер Также обещает Массу высокооплачиваемых Высококачественных Простите Отличная оговорка От независимых Разработчиков Включая Cuphead Единственное что я жду Кстати Below Ее что еще не отменили Там Это ты про другой Rime Не путай Rime с Below Они были анонсированы Одновременно Нет я не путаю Rime с Below Мне кажется Что Below отменили Rime никогда не отменяли Она просто ушла в заморозку Ты помнишь историю С Райем Да Ее телепортируют на все Включая Switch Полная перда Я прекрасно помню Там показывали геймплей Да На E3 2013 Паш Или 2012 Нет Позже потом На первый раз Ее анонсировали Показали пару кадров Да А потом через год Или два Показали побольше геймплея Короче ладно Там был Витпарк Такома Ви Хэппи Фью И другие А также расширение линейки Доступных на Xbox One Игр по программе Обратной совместимости С Xbox 360 Получат поклонники Xbox разумеется И люлей А также все ключевые Мультиплатформенные Релизы от сторонних Издателей Презентация Microsoft в рамках Е3 2017 Состоится в ночь С 11 на 12 июня То есть 12 июня В час ночи По московскому Времени Почему они так близко Стоят Кринж Я не понимаю На что речь Xbox Ну видимо В ролике они там Очень близко стоят Что вы гоните На нее Окей По поводу заявления Фил Спенсера Ты как будто Наступил на гостя По поводу заявления Фила Спенсера Единственное Что поинтересному Все маркетинговая херня Мы самые лучшие Красные,синие Самые сильные Мы выпустим Кучу херни И сверху Еще маленькую горличку Херни И еще немножко Херни И еще немного Инди Херни Как будто Они одни херни по обратной программе, обратной совместимости. И еще самую мощную херню для запуска херни в мире. Ну, то есть это неинтересно. Единственное, что он сказал интересного, это то, что для Xbox One и для Windows 10 будут эксклюзивные проекты. Помнишь, в прошлом году они от этого отказались, сказав, что все будет по программе Xbox Play Anywhere? Ну, не все. Они сказали, что большинство. Игры от Microsoft, да, большинство. Но сейчас он подчеркнул, что и для Windows 10, и для Xbox One будут отдельные эксклюзивные игры. Понимаешь? То есть, мне кажется... Нет, он сказал, знаешь что, они довели на то, что между Xbox One и Xbox One S, типа, не будут игр эксклюзивов чисто для Xbox One S. Но то, что между Microsoft, в смысле, между Windows и Xbox One будут раздельные игры, по-моему, он не заявал. Там было заявление отдельное, в другой новости. Он сказал, что будет. И там еще в комментариях все ржали, что Фил Свенс радико лихорадит, потому что в прошлом году он говорил ровно обратно. Вот, мне кажется, это связано с тем, что не хотят Microsoft, номерные части Halo, отдавать ПК боярам. Мне кажется, Halo останется эксклюзивом для Xbox One. Возможно. Возможно. Да. Вот. То есть, ну, и это было сказано в контексте Halo Wars 2. Он говорит, жанр как бы вырос на ПК, но, типа, ПКшникам хотелось чего-нибудь поглубже, и мы будем делать игры, которые вот больше удовлетворяют ПК аудиторию на ПК. ПКшникам хотелось бы что-нибудь поглубже загнать. Да. Для Xbox One будут выходить свои эксклюзивные игры, и еще будет какой-то пул игр, которые будут общие для двух платформ. Короче, ни черта вообще про Microsoft непонятно, и конференция на E3 обещает быть такой вообще ключевой за многие годы. Очень многое зависит от Скорпио, очень многое зависит от показанных игр. В то же время, в то же время Microsoft в начале года обещала не показывать в этом году новую Gears или новую Halo, а летом, поэтому, что будут показывать, вообще непонятно. Посмотрим. Новую Halo, скорее всего. Ну, скорее всего, новую Halo War не покажет, я думаю, а вот Halo мне почему-то кажется, что будет. Не знаю. Новую Halo надо анонсировать, стопудово. Halo 6 надо анонсировать. Ну, я вот, Crackdown, я к нему спокойно откажешься. Crackdown не возбуждается. Не, я играл во второй, мне он, мне он нравился. Ну, блин. Нет, Sea of Thieves вообще, на мой взгляд, на данном этапе самый топчик, потому что кооперативные игры вот подобного плана сейчас на коне. Сто процентно попробую, но это не выглядит игра, которую ты вожделяешь, ну согласись. Ну, это не выглядит, скажем так, как эксклюзив, типа, я не знаю, как Uncharted 4, он не выглядит, но он выглядит интересным. Да, я поиграю, но я не просыпаюсь с мыслью о том, как я жду Sea of Thieves, ну, то есть, это нонсенс, это необходимо. Ну, так-то я просыпаюсь в космос эффект, понимаешь? Я Зельду, вот, Зельду прям пипец как жду. Ну, нету человека на свете, который пипец как ждет Sea of Thieves, кроме Филу Спенса. Нет, я думаю, есть. Особенно люди, которые допустили закрытый бета. Ну, родственники разработчиков компании Rare, наверное. Нет, там есть нормальные. И сами разработчики. Вот. Да, остается просто сидеть на своей вышке, сидеть на своей PlayStation 4 и ждать, когда что-нибудь представят, расскажут, покажут. Кто знает, может, реально они сейчас так... Ну, а вдруг там действительно самая лучшая линейка за всю историю, мы сожрем свои языки, да, самые лучшие игры. А, Microsoft покупает Nintendo, и все игры от Nintendo теперь на Xbox One Scorpio все-таки обосраться. Что вы творите? Существуется портативкой, да, которая, да, Microsoft-овской. Хер знает, может, они Sony купят, может, PlayStation Now на Xbox One запустят, ну, могут сделать все, что угодно. Может быть, облачный сервис какой-нибудь крутой, реально рабочий. Это же Microsoft, в конце концов. У них много серверов, много всего, мы сейчас... Ну, надеюсь, что удивят. Самое худшее, это если опять выйдет Джон Кармак и будет 10 минут играть в Minecraft. Надеюсь, этого не случится. Джон Кармак в Minecraft. Он, по-моему, в Ау-Сокол. Он выходил в очках виртуальной реальности. А, с хвалятцем, что ли? Еще стояла какая-то баба, размахивала чем-то и такая, мы будем играть в Minecraft, я это видел вживую, я такой, господи, это, боже мой, вы дарите мне глаза, пожалуйста. Ребята, вы путешествие на запад на этой неделе будете стремить? Будем мы стремить? Наверное, да. Night in the Wood выходит, по-моему, с завтра. Двадцать первого она выходит, и, возможно, она выходит вечером, поэтому, ну, то есть, я не знаю точного времени. Обычно... Это неделя короткая, вот что обидно. Да, да. Сегодня мы, я надеюсь, распакуем, таки, наконец, Nintendo Switch. Ой, Nintendo Switch. У нас Nvidia Shield. Nvidia Shield. Два слова, в обоих есть S, я запутался. Вот, и N, и S, смотри, Nintendo Switch, Nvidia Shield. Не оправдывайся, тебе нет оправдания, возможно, в тюрьму загремишь за эту оговорку. Ну, то есть, тут ничего не поделать. Карточка, у меня есть карточка. Все навидел, вся попала в интернет. Да, наверное, все-таки доиграем Undertale, вот. Ну, посмотрим, короче, я не знаю. Это неделя короткая, мы пока что точно не можем сказать. Надо сейчас определяться, да, со всем. Такие вот дела. Обидно, что неделя... Неделя короткая. Ирод, спалили свой Switch. Задает у вас Switch'а? Мы с радостью, мы с радостью, да нет? Унашил. Ладно, ребятки, это была последняя новость, это была наша тема дня. На этом мы заканчиваем нашу передачу. Спасибо большое, что были с нами. Этим утром для вас работали Павел Болоцкий. Захар Бочаров. И мы вернемся к вам еще со... с будущими стримами. Подписывайтесь на наш Twitch-канал, подписывайтесь на группу в ВК. Приходите на стримы, спасибо большое. Обнимите маму, поцелуйте папу или наоборот. Да, и выживите эти три рабочих дня, чтобы потусить. Да, чтобы потом хорошенько отдохнуть. А, ешьте блины, началась масляница. Ешьте блины, будьте хорошими мальчиками. Даже если вы не особо... Жирный, даже если вы жирный. Жирный, не особо веруете во всякую вот эту вот эту вот... Не язычник. Просто ешьте блины. Это кайфово. Это кайфово. Со сгущеночкой. Все, ребятки, поцеловашки и пока-пока. Поцеловашки. Ты как будто спать их укладываешь. Да, да, да. Ммм, блогер. Все, хватит, так получилось есть. Да, да. Отлично. Счастливо. Пока. 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 Субтитры создавал DimaTorzok